Информации о действиях силовиков в отношении главы Оренбурга катастрофически мало, хотя закон и конституция позволяют разглашать подробности в таких случаях, даже если уголовное дело и не было возбуждено. Об этом заявил депутат законодательного собрания Владимир Фролов и назвал предположительные причины молчания. Подробности в рубрике «Экспертное мнение». Посещение жилого дома, где проживает арендуемого глава города, без санкции суда и прокурора невозможно. Значит, основания есть. Я считаю, что они должны были дать определенную информацию. Информацию, почему они туда приехали. Почему? Потому что, во-первых, есть 29-я статья Конституции Российской Федерации. Информация должна была быть предоставлена. Они ее скрывают. Почему? Я считаю, это по просьбе. По просьбе, может быть, губернатора Оренбургской области, скорее всего, сокрыть как можно меньше информации сегодня об или иных. Он же не при смерти, да? К нему, если есть возможность допустить по здоровью, позволяет. Мы могли опросить его в палате. Здесь же скрывается все, где он находится. Я не думаю, что на пустом месте правоохранительные органы проводят такие мероприятия. Причем это уже вышли далеко за пределы этого здания. Проводятся дома, на квартирах, проводятся в других структурах города. Поэтому, наверное, когда-то огласят причины этих обысков. А то, что люди задают вопрос, это закономерно. Но как? Если мы говорим о демократии, то, безусловно, я должен знать, почему у этого мэра проходят обыски. Конечно, это, в первую очередь, имидж городской администрации, это авторитет городской администрации. Но чем закончится это, давайте поживем, увидим. Также депутат Госдумы Юрий Мещеряков сообщил, что готов поддержать инициативу оренбуржцев о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. Все то, что было хорошо, десятилетиями создавалось, и всю жизнь депутаты избирались всенародно. Почему сейчас вдруг решили, что 20 человек могут определить, так сказать, судьбу выбора главы города. Самое эффективное руководство там, где местные избранные, местные, где люди доверяют местным, понимаете? Они не могут пойти сегодня на прямые выборы, просто-напросто. Они их проиграют сходу. Поэтому начнется обвальное избрание глав муниципальных образований, которые выступают против нынешней власти. Вот и все. И они это прекрасно оценивают.